Всем привет, друзья! Австралия — это место, куда мечтает отправиться, пожалуй, каждый путешественник. Ведь эта страна не только занимает целый континент, но еще и обладает неповторимой природой. Там можно встретить особую экосистему с нетронутыми тропическими лесами, пустынями, древними скалами и живописными пляжами, а также невероятные красоты большого барьерного рифа. Но в Австралии есть еще и множество других удивительных вещей, о которых мало кто слышал. Хотите узнать, каких? Сейчас все расскажем. Поехали! Пауки в обуви Не секрет, что в Австралии проживает множество пугающих и очень ядовитых существ, вроде змей и пауков. Так вот однажды один пользователь Reddit опубликовал в сети такое фото, подписав ему фразы. Вот почему австралийцы всегда проверяют свою обувь перед тем, как надеть ее. Снимок быстро стал вирусным, а комментаторы начали делиться друг с другом своими фотографиями, встречи с жуткими многоногими существами. Особо незавидную репутацию здесь приобрел воронковый паук, который проживает исключительно на территории пятого континента. Дело в том, что с помощью своих сильных лап он может проникать в плотные материалы, вроде ткани на кроссовках, и обустраивать там свое пристанище. Но это еще ничего. Самая большая проблема состоит в том, что эти существа невероятно ядовиты. Причем самцы в шесть раз сильнее, чем самки. Чем же паукам так приглянулась человеческая обувь? Все просто. В летние месяцы в стране становится невыносимо жарко. И тогда членистоногие находят в уютных кроссовках новый дом. Там темно, безопасно и спокойно. А в периоды наводнений пауки и вовсе могут обустраиваться на кронах деревьев, превращая их в огромные коконы из паутины. Но не переживайте, все не так плохо. С 1979 года в Австралии не зафиксировано ни одной смерти от паучьего яда, если это вас, конечно, как-то успокоит. Фестиваль Элвиса Американского певца Элвиса Пресли не зря прозвали королем рок-н-ролла. С его смерти прошло более 40 лет, а люди по всему миру все еще восхищаются его талантом и чествуют его музыку. В США, например, каждый август проходит особый фестиваль памяти этого певца. Каждый август тысячи поклонников Пресли съезжаются на его малую родину в город Мемфис, чтобы пообщаться с единомышленниками и отдать дань памяти поп-звезде. Но не стоит думать, что легендарного исполнителя помнят только там. В австралийском городе Паркс, например, проходит не менее крутой фестиваль имени Пресли, который славится огромным количеством приезжающих на него двойников. В следующем январе мероприятие пройдет уже в 29-й раз. Кстати, даты проведения совпадают с днем рождения короля рок-н-ролла. Фестиваль пользуется такой популярностью, что многие отъявленные фанаты бронируют номера местных гостиниц на несколько лет вперед. В течение недели на территории парка, где развернут фестиваль, проходит более двух сотен разных событий – выставки, ярмарки, парады и концерты. Начинается все еще Сидное, откуда до Паркса ходит особый поезд Элвиса. Его необычность состоит в том, что вместе с пассажирами до точки назначения едет множество двойников певца. Ну а музыканты, естественно, всю дорогу исполняют его главные хиты. Кстати, самые талантливые из них получают возможность отправиться как раз на ту самую неделю Элвиса в Мемфисе. Куберпэдди Думаете, перед вами какой-то необычный бункер на случай ядерной катастрофы? А вот и нет. На самом деле люди живут здесь абсолютно добровольно, причем 365 дней в году. На этих кадрах изображен Куберпэдди – самый настоящий подземный город, расположенный прямо в сухой австралийской пустыне. Внутри этого городка обитают шахтеры и их семьи. Постоянно жить без солнечного света их никто не заставлял. Однако в тех краях настолько высокие температуры и маленькая влажность, что местные жители сами решили оборудовать себе столь необычное жилище. Их главное преимущество состоит в том, что температура под землей чуть выше 20 градусов. Это ли несчастье в такую жару? Кроме того, в таких землянках еще и можно укрываться от песчаных бурь. И не переживайте, пещеры оборудованы всем необходимым – от электричества до канализации. Сейчас, конечно, проблему невыносимой духоты и 40-градусной температуры можно решить кондиционером, но обитатели Куберпэдди продолжают жить по старинке. Кстати, городок обязан своим появлением одному крупному открытию. Дело в том, что в 1915 году в этих местах обнаружили невероятные месторождения опалов. Сегодня поселение отвечает примерно за 90% от общей мировой добычи этого камня. А свое название Куберпэдди получил от языка местных аборигенов. На их наречии Куберпэдди означает «норка белого человека». Гостиница здесь тоже имеется, на случай, если вам однажды очень захочется переночевать в столь необычном месте. Акулы в пруду Если вы еще не убедились в том, что Австралия – страна поистине бесстрашных людей, слушайте дальше. Даже такую безобидную игру, как гольф, там умудрились превратить в экстремальный квест. На одном из полей для игры, расположенном в городе Логанхолм, владельцы решили соорудить необычный пруд. В его водах обитает около дюжины бычьих акул. А это, на минуточку, один из самых агрессивных видов этой рыбы. Но мы слукавим, если скажем, что хищники попали туда по задумке отчаянного руководства. На самом деле, акул обнаружили в водоеме в конце 90-х, когда их принесло в эту местность стремительными водами массового наводнения. По словам владельцев гольф-клуба, с тех пор мячи из водоема почти не вытаскивались. Только представьте, сколько их там накопилось за пару десятков лет. Ну а посетители поля для гольфа не жалуются. По их словам, видеть издалека пугающий плавник акулы даже забавно, мол, придает ярких ощущений и адреналина. Атлантиум В далеком 1981 году три подростка решили построить на заднем дворе свое государство. Это могло бы быть началом выдуманной истории про приключения трех детей, но все куда серьезнее. Невинная забава в итоге превратилась в самую настоящую страну. Один из приятелей по имени Джордж Фрэнсис Круикшенк в императора Джорджа II. Он правит империей Атлантиум и по сей день. Да, именно так называется основанное друзьями микрогосударство. Расположена эта необычная община в австралийском штате Южный Уэльс. На протяжении своей истории микронация несколько раз переезжала с места на место. С 2008 года ее постоянной территорией является провинция Авроры, расположенная к юго-западу от Сиднея. Ее общая площадь составляет около 76 гектаров, на которых выделяются четыре административных округа. Но вообще в империи не существует понятия постоянной территории. Считается, что она существует там, где есть ее жители. Сейчас, например, гражданами Атлантиума считают себя около трех тысяч жителей из сотни стран. Естественно, на самом деле земли этого самопровозглашенного государства находятся под австралийской юрисдикцией. Да и суверенитета Атлантиума не признает ни одна из существующих в мире стран. Правда, местных жителей это не слишком волнует. Для того, чтобы вести двусторонние отношения с внешним миром, они даже назначили среди членов общины своеобразных послов. Именно эти люди представляют интересы виртуального государства в других странах, в том числе США, Бразилии, Италии и Швейцарии. Кстати, валюта среди обитателей Атлантиума тоже используется особая. Ее выпускают прямо на территории империи. Гномсвиль Признайтесь честно, вас тоже немного пугают садовые гномы. Все-таки не просто так их столь часто можно увидеть во всяких фильмах ужасов. В общем, если вы не в восторге от этих созданий, то в окрестности австралийского городка Дарданапа вам лучше не соваться. Ведь там обитает, пожалуй, самая большая в мире община этих странных существ. Самое интересное, что никто точно не знает, как именно был основан гномсвиль. Кто-то считает, что однажды здесь оставили одинокого садового гнома, и неравнодушные люди решили подарить ему друзей. Другие утверждают, что полчища гномов было принесено сюда местными рабочими, которые решили соорудить с их помощью креативное поле для крикета. Так или иначе, в какой-то момент гномов стало появляться все больше, и ситуация просто вышла из-под контроля. Сегодня их насчитывается около 10 тысяч, и с каждым днем их число только растет. Одна местная жительница даже решила в шутку оборудовать в городке особую тюрьму для садовых гномов. Уж чем именно применились эти бедняги, неизвестно. Но вообще вблизи это поселение выглядит весьма пугающе. Что, правда, не мешает туристам со всего мира приезжать сюда каждый год. Санта на серфе Все прекрасно знают, что австралийцы обожают серфить. Причем делают это в любое время года. Благо, климат позволяет. Ловить волну здесь принято даже в Рождество, которое у большинства людей ассоциируется с домашним очагом и праздничным ужином. Типичный канун Рождества для многих здесь выглядит так. Сначала вся семья отправляется купаться в теплом океане, затем обедает свежайшими морепродуктами, и только потом отправляется домой распаковывать подарки и устраивать застой. Пожалуй, самое интересное из традиций – это серфинг в костюме Санта-Клауса. В Австралии это стало давним обычаем, хотя на ней сильно сочетается с общепринятым образом этого персонажа. В 2015 году группа австралийских любителей покататься по волнам даже попала в Книгу рекордов Гиннесса за самый массовый урок серфинга в истории. При этом все присутствующие на нем ученики были облачены в красные костюмы доброго дедушки Северного полюса. Всего их оказалось больше трех сотен. Кстати, в Австралии даже существует почтовая марка, на которой изображен Санта-серфер. Кассий Для тех, кому не хватает экстрима, в Австралии даже есть целый парк с крокодилами. Он называется Маринленд Меланезия и расположен на острове Грин-Айленд. Здесь посетители могут познакомиться с пятью десятью разными крокодилами, но один из них особенный. Этого хищника зовут Кассий, и в 2011 году он даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой крокодил в мире, содержащийся в неволе. Длина его тела около пяти с половиной метров, вес превышает одну тонну, а возраст — более ста десяти лет. До того, как Кассий попал в заповедник, он был грозой джунглей. На его морде и теле все еще можно увидеть следы былых схваток с другими животными. А еще этот здоровяк неоднократно нападал на проплывающие мимо лодки, откусывая их внешние двигатели. Теперь Кассий питается исключительно отборным сырым мясом, а за прохожими наблюдает из-за крепкого ограждения. Австралийский палочник Мы уже говорили, что на австралийском континенте обитает множество необычных животных. Разные виды этого насекомого, правда, обитают и в некоторых других странах, но здесь они особенно распространены. Палочников часто сравнивают с листьями из-за их внешнего вида. Некоторые из них имеют коричневую окраску и прячутся на побуревших деревьях, а другие — ярко-зеленых. Именно такую разновидность палочника можно чаще всего встретить в австралийских лесах. Если необычное насекомое побеспокоить, то оно начнет плавно раскачиваться, имитируя движение листа по ветру. В том случае, если насекомое понимает, что его камуфляж разоблачили, оно расставляет покрытые острыми шипами лапки и атакует противника. А еще выпускает пахучий секрет, который тут же отпугивает любого. Странные статуи И напоследок, пожалуй, самое странное в сегодняшней подборке. В Австралии существует такое понятие, как «большие вещи» — собрание огромных скульптур, разбросанных по всей стране. Чаще всего они не связаны между собой и не несут глубокого скрытого смысла, но отлично привлекают туристов и веселят местных жителей. Всего таких объектов насчитывается около 150, и со временем они превратились в настоящий феномен. Сегодня некоторые люди отправляются в дорожные путешествия только ради того, чтобы отыскать как можно больше подобных скульптур и сделать с ними забавные фото. Вот, например, гигантская птица кукабарра, крики которой часто используют в качестве звуков джунглей в фильмах и телешоу. Автор скульптуры, конечно, не мог проигнорировать этот факт, поэтому даже постарался воссоздать голос необычной птицы. А вот в регионе Северной Аделаиды решили построить игрушечную лошадку для ребенка-гиганта. Высота этой скульптуры достигает 18 метров, а находится она прямо возле магазина местной компании по производству деревянных игрушек. Учитывая, что за отдельную плату на пони даже можно залезть верхом, более хорошей рекламной кампании сложно себе и представить. Австралийцы обожают дары моря, так что обойти стороной мир морепродуктов при строительстве своих фирменных скульптур они просто не могли. В 1989 году на территории западной Балины была возведена огромная статуя креветки. Ее вес составляет около 40 тонн, а высота больше 9 метров. И если в салате этот деликатес выглядит весьма безобидно, то в таких масштабах все-таки вызывает некоторые опасения. Что ж, здесь все просто. Огромный памятник сочному ананасу, расположенный возле городка Вумбай. Интересно, что расположен этот объект прямо посреди местного парка развлечений, что приносит владельцам огромную прибыль от туристов. Ну и какая Австралия без коалы? Конечно, гигантская статуя этого животного здесь тоже есть. Кстати, этот 14-метровый памятник посвящен одному реально существующему зверю Сэму, которому удалось выжить после получения сильнейших ожогов и повреждений легких в лесных пожарах. Эта коала, которая позже все-таки умерла, стала символом борьбы за спасение дикой природы во всем мире. Еще один гигантский представитель ракообразных пугает куда похлеще, чем креветка. Этого Амара зовут Ларри, и ежегодно сотни туристов приезжают к нему на родину в Кингстон, чтобы сделать памятную фотографию. Кстати, в Спанч Бобби есть персонаж, Амар с точно таким же именем. Ну а в этот город туристы приезжают, чтобы полюбоваться над тобой самых больших баранов в мире. Его высота составляет 7 метров, а длина — все 15. Псс, дружище, хочешь немного новых технологий и крутых гаджетов? Мысленно уже находишься в будущем? Тащишься от больших машин и не представляешь своей жизни без роботов? Загляни на техзон и найдешь целую кучу этого добра. Ссылка находится в описании. Заинтересовали? Ну вот и отлично! Субтитры сделал DimaTorzok